всем привет сегодня на обзоре будет вот такой вот у нас видеоприемничек это модуль для очков в основном он подходит на очки соответственно фатшарки также он подходит на как внешний модуль для эти вот эти патчи которые ставятся на цифровые очки в данном случае на новые эти волкснейл аватары можно будет поставить и также использовать многие на диджай в 2 и очень удобно потому что кто перешел на цифру но и не хочет отказываться от аналога это довольно хороший вариант использовать одни очки цифровые но мне не очень удобно то что я пытаюсь все-таки разделять нет проблем допустим собой взять аналогов очки и взять там диджай и шлемак и туда это присобачить так вот в чем интересно в этом патче первое что если у вас вдруг скайзоны хотя я не думаю что вам имеет смысл его сюда ставить он сюда тоже вставляется но не в оригинальном корпусе и приходится что-то надо будет колхозить хотя если его подпилить дремелем немного тогда он сюда вставляется подогнуть ножки и тогда он довольно жестко сидит в принципе даже не надо какой-то внешний там корпус для неё печатать поэтому летал я еще также на этих очках с этим модулем ну чтобы сравнить в основном дома на мобуле это был хороший как раз тест сравнения родных моих а где он тут то есть от скайзона пока да штучка она просто вставляется но относительно просто вставляется в эти пазы еще попасть надо вот и соответственно антенны я использовал те которые идут в комплекте вот с этими с этим модулем в комплекте здесь идет сразу вам покажу вот такой вот маппл патч удобная штука небольшой но очень эффективный и обычная типа как валипо пантенка ножка коротенькая может кому-то не понравится но мне за мне устраивает ну и соответственно сам модуль в ихнем стиле желтенький красивенький такой вот ближе я покажу а ну и угловой соответственно переходничок который позволяет патч удобно вам насыпить и его там откорректировать его положением так вот самое интересное это не модуль модулем стоит он относительно недорого как стандартные примерные патчи такие но интереснее конечно будет тест насколько его реально хватает то есть чувствительность этого модуля насколько высокая потому что обещают они что там не помню сейчас децибел сколько ночью типа там все очень хорошо и мне очень было интересно именно его сравнить с топовыми решениями это соответственно скайзоновский стади вью который стоит в скайзонах также есть tbs fusion и есть еще rapid fire самый дорогой модуль он сейчас в районе там 20 тысяч стоит пустой без антенн скайзоновский стоит сейчас отдельно по моему что-то в районе там 10 11 тысяч но если проблема со скайзоном сразу скажу он идет только под скайзоны потому что управлять модулем внешне никак нельзя только через меню очков и есть обратный эффект вот такими модулями вы можете управлять внешне то есть здесь есть джойстик экранчик то есть можно поменять каналы там сделать калибровку но вы не сможете использовать очки из через меню очков это делать поэтому только вот так но еще нюанс на скайзонах два модуля допустим у скайзоновский вот этот ставить тоже не выйдет чтобы одновременно их оба использовать через меню очков если выбираете normal rf у вас работает вот этот если выбираете third party модули у вас работает этот а этот не работает в общем переключается тупо между ними какой-то кладверсити типа уже режим не получится в любом случае это по поводу как бы нюанс подключения ну и в целом давайте наверное тесты я вам покажу тесты получились очень интересные тесты я проводил сразу нескольких скажем так вариантах решим это оптимальнее проще ибо нагляднее будет первый вариант это был у меня на мобуле на этой штукентке летал по дому потом еще раз это еще раз перепроверил скажем так ну основной тест конечно все-таки на мобуле в основном был много летал я с родным патчем скайзоновский модуль добавочный внешний внутренний и также соответственно с этой штукентке летал чтобы было прям реально сравнить чё как видеопередатчик на дроне был поставлен на мощность 25 милливатт что в принципе более чем достаточно и пытался найти вот эти моменты где какие помехи ну и как бы первый вывод у меня получился такой что а ну антенки логично да я ставил вот эти и на скайзоновский модуль и соответственно это чтобы исключить в одну проблему до что там что-то из антенн может быть не то хотя наверное честнее было бы его то есть и с родными наверно скайзон хотя нет на системе которые поставил то есть у меня здесь стоит маппл патч вы уже видели он в принципе то же самое только он сдвоенный а здесь он как бы одинарный мог побольше чуть-чуть мне кажется чувствительность плюс-минус одинаково то что я если честно разницы не заметил по антеннам то есть я вначале накрутил на скайзоны на родном летал потом накрутил этот маппл который идет в комплекте вот с этим спиди бишном все то же самое там где чуть-чуть помехи какие-то появлялись на 28 милеватт то же самое также они там и появлялись и в итоге я просто сделал так то я патчи не стал цеплять я скрутил их и поставил только вот эти два воли поп один от маппл патча соответственно вот этого комплекта из спиди бил упаковочки вот этой новой с модулем и свой старый оставил вот поэтому с двумя такими антенками летал и могу сказать что одинаково то есть вывод после таких тестов у меня получился что ничем не отличается качество от стадиют этого приемника и speedb что значит в принципе это довольно хорошего качества потому что родной модуль от скайзонов он примерно по уровню близок к тбс в южину либо rapid fire второй тест был намного проще это было использовалось криво дешманская простецкая рипер 690 и там стоял аналоговый модуль это по-моему называется циклон что-то xf там пятьдесят восемь ноль два что ли вроде как то так про и у него мощность максимально там 600 милливатт стоял по моему меня на плане ряда вот этот модуль ну ладно отошли от темы в общем летали на этом крыле 25 милливатт вот этот модуль дешманский с ним и шел лолипоп тоже какой-то простой там использовал фоксировский что по моему это по моему клоны вот то есть он там за копейки его покупал и плюс еще переходничок стоит то есть качество сигнала там должно быть не очень было хорошо я на это именно рассчитывал потому что была еще идея использовать дрон потом подумал блин все-таки если видео будет сыпаться там возврат домой опять проблемы с этими спутниками мало ли как херня ну в общем типа вы надежнее на аналоге ну кстати отдельное видео я про это выпущу еще раз потому что было старое видео где сравнивая цифру и аналог поэтому до сих пор люди считают что все там аналог умер и я вам так сказать далеко он не умер и вот это видео частично только показывать ну вот поэтому на 25 милливатт и было решено лететь на этом модуле потому что это мне кажется как бы один из худших модулей наверное которые вот именно на 25 милливатт их должны дать худший сигнал чтоб просто тупо далеко не лететь на нем я рассчитывал что сейчас километр хотя бы отличу там полтора сигнал отвалится и этого достаточно то есть и таких тестов можно там разные стороны сделать полетать и как бы чтобы точно устаканить вот эту дальность но оказалось немножко все не так соответственно вот вам тест первого варианта полета это улетели на два километра почти и в итоге видео там начал отваливаться только из-за того что не не знаю то место оно какое-то там шумное что ли там прям чувствуется вот прям какую-то границу перелетаешь и сразу сигнал резко начнет сыпаться может какие-то там помехи наводки есть не знаю поэтому было решено вернуться назад еще раз перепроверить аппарат и повторно запустить немножко в другом направлении и посмотрите как там будет и там уже доходило до расстояние до двух с половиной километров единственное могу сказать так 2 с полном километра это уже такой я бы сказал максимум то есть там чувствуется картинка уже начинает прям сыпаться то есть она уже не такая чистая но до двух километров вполне нормальная картинка уверенный прием в зависимости от положения аппарата опять же она то вообще идеальная то чуть-чуть там появляются какие-то легкие шумы в целом нормально но это на смотря как у модуля и вот как вы сейчас видите эти картинки вам показываю я не написал да где чё я думаю гадать особо вы не будете многие перепутают но все очень просто первое это скайзоны вторая картинка это у нас спиди бишная а третье дизай шлем со внешним модулем rapid fire и как ни странно вот такая херовая картинка антенки в общем стояли везде соответственно на скайзонах стоял патч мой который использовал этот мапплский маленький на спиди бишном модуле который стоял фатшарковских очках стоял модуль его родной соответственно тоже мапплский она держа очках с внешним этим модулем аналоговым куда бы установлен rapid fire там стояли антенны насчет ну типа волипоп это люминировский патч стоял многие его использовали хорошо себя зарекомендовал но вот на почему-то картинка оказалась херовая в чем проблема так и не поняли ну я не уверен что это проблема самого модуля скорее всего и все таки была проблема с антенной и махнуть уже местами там особо времени не было представлять то есть разбираться чего не так но вам скажу что rapid mix обычно по rapid fire вот этот модуль он все-таки чуть получше чем скайзоны ненамного я думаю даже в этом тесте скорее всего было все плюс-минус одинаково самое было для меня интересно понять будет ли качество того же скайзона намного лучше там допустим чем тот же самый spdb потому что ценовая категория spdb чуть ниже стоит чем скайзоновский этот готовый но встроенный патч и как оказалось они в принципе дали картинки примерно плюс-минус одинаковые какие-то моменты spdb лучше показывал в какие-то моменты skyzone чуть лучше показывал наверное тоже товарищ башкой там по-другому крутил и потому что мы как бы наблюдали все втроем за этим полетом каждый надел шлемак в общем и у него все наблюдал поэтому возможно как бы еще из-за этого но вот в целом картинка такая получилась как вы видите я думаю в принципе вывод очевиден так как я еще летал горяному были то же самое по дому что еще раз подтвердило что примерно одинаковая разница по качеству картинки то есть в основном основное будет у вас на влияние это больше качество антенн которые будете использовать если вы хотите совсем далеко полететь ну понятно тут вам надо будет лопух большой вешать там 15 сантиметровые но вот база вот этого модуля spdb в принципе хватает до трех километров на 25 милливатт получать хороший сигнал ну понятное дело что не будет каких-то сильных там внешних наводок как вот здесь было говорю непонятно откуда чего это возникало ну правда его как будто какую-то границу пролетаешь у тебя сразу обрывается все там 200 метров пролетело опять все хорошо все пить картинка классная причем это все на той же высоте высота там 200 метров другая видимость прямая до аппарата ничего не перекрывала но такой нюанс может быть какие-то там туман чуть был из-за как-то перекрывал снижал качество связи не могу сказать в общем суть такая что дальность на 25 милливатт вполне хорошая и это как раз к разговору про цифру то что на цифры вы не улетите на такое расстояние то есть на таких же антеннах если вы поставите вы улетите раза в полтора меньше я уже это объяснял из-за чего так происходит потому что цифры все-таки устойчивый сигнал стабильный нужен поэтому я думаю если вам будет интересно послушать может быть обновленный вариант видео мне пошли есть видео старая к где я говорю почему я летаю на аналоге и что для меня приоритетнее там диджай цифры либо аналог в принципе он и сейчас актуальный ничего особо не изменилось все то же самое единство еще у нас появились просто вот три юниты и появилась у нас волк снил аватары ну в целом все но поэтому если вам интересно могу сделать еще один видос который как раз вот про эти нюансы я вам уже более детально покажу про аналог и про цифру в чем есть плюс у цифры но это и так логично да и нюансы использования аналогов то есть почему аналог часто просто эту цифру рвет по швам и если не убрать именно детализацию это мест вас детализация не в приоритете а возьму надежность качества приема сигналов именно мне в четкости изображения детализации именно стабильности картинки чтобы она хоть какая-то была здесь мне кажется очевидно это будет аналог так что вот наверное все что хотел рассказать если вам видео понравилось ставим лайки подписываемся на канал ссылка в описании также на телегу если есть какие-то вопросы пишите ну и заодно давайте там напишите на комментарии я сейчас прикреплю на нка видео если вы хотите видео про разницу между цифрой и аналогом ставьте лайки наберут много лайков видео выпущу как можно быстрее так следующее видео выйдет у меня про на выбор крыльев потому что очень много вопросов сейчас идет у людей какое крыло выбрать многие хотят перейти с дронов на самолетики зимой кстати это на самом деле есть плюс от этого да я даже сказал вполне актуальная тема и я расскажу с чего лучше начать нюансы выбора аппаратов также потому что есть видео уже про дроны вот будет вам про крылья так что увидимся в следующем видео всем пока